Привет, с вами Тимур Асланов. Это видео заметки о продажах. Сегодня мы поговорим о том, как продать себя клиенту в качестве эксперта. Вы продавец, вы пришли на встречу. Это холодная встреча, то есть клиент вас видит первый раз. И для того, чтобы он был готов у вас купить, вам нужно сначала позиционировать себя в качестве эксперта. Потому что только у таких людей на сегодняшний день и идут продажи действительно в нормальных объемах. Потому что, конечно, уже от транзакционных продаж все устали. А в ситуации высокой конкуренции на рынке и падения платежеспособного спроса, все клиенты хотят покупать у экспертов. Хотят иметь возможность получить консультацию, получить совет, получить рекомендацию. Вот что такое экспертные продажи. Так как же сделать так, чтобы клиент понял, что вы эксперт? Ну, несколько аспектов. Первое, вы, конечно, должны разбираться в собственном продукте. Вы должны идеально знать собственный товар. Вы должны знать презентацию любого конкретного продукта вашей ассортиментной линейки. И не просто долбить заученный текст, а уметь нормально это по-человечески рассказать, по-человечески показать те или иные преимущества продукта, рассказать об этом простым человеческим языком. Это первое, конечно же. Первая базовая составляющая эксперта – разбираться в своем товаре. Куда же от этого деться? Потому что человек, который в своем товаре не разбирается, лезет в шпаргалки постоянно и не может нормально толком объяснить, чем одна модификация отличается от другой, себя как эксперта не продаст. С ним просто не будут дальше разговаривать. Это неинтересно. Покупать у неучей никто не хочет. Поэтому задача первая – показать, что вы полностью досконально разбираетесь в том, что вы продаете. А значит, в отрасли, к которой относится ваш продукт. В этом вы должны разбираться досконально. Но отрасль вашего продукта не всегда совпадает с отраслью вашего клиента. У клиента может быть другая отрасль, где используется ваш продукт. Вот пункт второй. Вы должны разбираться в отрасли вашего клиента. Вы должны понимать, что там происходит. Разбираться еще и на уровне трендов. Понимать, какие новости в отрасли есть. Куда эта отрасль движется. Какие там проблемы. Какие там вообще веяния и так далее. Для этого нужно, конечно же, много читать. Узнавать различные информации. Вы спросите, а если у нас клиенты из разных отраслей, что же делать? Ничего не делать. Узнавать новости разных отраслей. Здесь никуда от этого не денешься. Можно сидеть и ничего не читать, ничего не смотреть. И говорить, у меня нет времени. А можно каждую свободную минуту использовать на то, чтобы повышать уровень своей квалификации. И это не только касается техники продажи. Это касается именно знания о том, что происходит у клиента. Ваш клиент энергетик, например. Нужно понимать, что сегодня происходит в энергетике. Какие ключевые тренды в энергетике на сегодняшний день, на текущий год, на ближайшее время. Читать, что говорят эксперты. Читать отраслевую прессу по этой теме. Это даст вам возможность также поддержать разговор с клиентом, что дополнительно позиционирует вас как эксперта. Возможность поддержать с ним разговор. Обсудить вот те самые новости отраслевые. Поделиться какой-то информацией, которую он, может быть, еще не успел прочитать. Тогда он вас зауважает. Тогда он будет понимать, что вот он действительно встретился с экспертом. Ну и, конечно, самое главное, это разбираться в проблемах клиента. Понимать, как устроен его бизнес и где у него может быть головная боль, которую он сможет облегчить, а то и устранить, собственно, ваш продукт. И таким образом уметь его и презентовать. Вот это понимание, как устроен бизнес клиента, это ключевое. Потому что если вы не понимаете, если вы просто пытаетесь впарить продукт, потому что он у вас есть, никто этого, конечно, покупать не будет. Ваша задача продать себя как эксперта именно с точки зрения, что вы эксперт не только в своем товаре, не только в вашей отрасли, не только что-то слышали про отрасль клиента, но понимаете, как устроен его бизнес и как он решает свои проблемы. Это непросто. Особенно, еще раз говорю, если вы не с одной отраслью работаете, а с несколькими, это требует колоссального перелопачивания, колоссального количества информации. Но если вы хотите быть лучшим в своем деле, если вы хотите продавать больше, чем все остальные, если вы хотите реально нормально зарабатывать хорошие деньги, ну, ваша задача постоянно учиться, постоянно совершенствоваться. Общайтесь с клиентами, задавайте им вопросы. Даже клиент, который у вас ничего не купил, может стать источником очень ценной информации, которую вы потом «продадите» следующему клиенту. Вы придете и поделитесь какими-то инсайдами. Вот это важный, как бы тоже аспект, на который я хочу акцентировать внимание. С каждым клиентом говорите об отрасли, о проблематике, о том, как устроен бизнес. Есть клиенты, которые не настроены обсуждать это с посторонними людьми, тем более с продавцами. Есть люди, которые любят поговорить, и даже если он у вас ничего не купил, и, как вам кажется, ест ваше время, не торопитесь, поговорите с ним. Всегда можно свои жемчужины, даже в такой беседе найти, и эти жемчужины вам потом очень сильно пригодятся, когда вы будете с каким-то трудным клиентом выстраивать взаимоотношения, выкатывая ему эти жемчужины, вы завоюете его доверие. Вот поэтому стремитесь получать из всех возможных источников информацию о бизнесах ваших клиентов, об отраслях, о том, о ситуации в отраслях ваших клиентов, о том, какие тренды, куда все движется, какие сложности, какие проблемы есть на каком рынке, и какие, может быть, есть возможности, подсказывая клиенту какие-то возможности, о которых он, может быть, еще не подумал, вы также завоюете его доверие. Вот такой вот совет о том, как продать себя клиенту в качестве эксперта. Если он вам понравился, поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажмите колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. С вами был Тимур Расланов. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok